15-й километр региональной трассы Нарин-Марусинск. Здесь круглосуточно дежурит пост ДПС. Инспекторы предупреждают водителей о том, что выезд на Зимник пока официально запрещен. Кто-то понимает это с первого раза, разворачивается и уезжает. Кто-то уверенно ждет, надеется, что его пропустят. Один из таких Владимир. Автолюбитель направляется в Рыбинск. Хочет там встретить Новый год. Пока назад, но будем стоять, пока уезжать не будут. Время еще терпит, так подождем. Затем начальник ГИБДД по Ненецкому округу. Мы едем с ним в одной машине. Дает команду своим подчиненным. Движемся до 76-го километра начала Зимника. Автолюбители, замечая, что патруль уезжает, направляются вслед за ними. Надеясь, что им удастся попасть на закрытую трассу. 77-й километр. Начало Зимника. Нарин-Марусинск. То самое место. Уже видно, что трактора отработали, они сделали свое дело. Сгребли снег в одну кучу, чтобы дорогу сравнять. Но по сути по ней пока еще ездить нельзя. Почему? Скажу простым языком. Необходимо, чтобы ее полили холодной водой, и она сцепилась. Как раз погода сейчас это позволяет. На улице почти что минус 30. Так вот, после того, как дорога сцепится, по ней тогда уже можно будет спокойно ездить. И КамАЗом, и легковым автомобилем. Но водители не предпочитают этого ждать и выезжают на Зимник раньше времени. Сейчас вот видно прекрасно, что ничего еще не сделано пока. А ехать рано. А ехать рано. И это еще мягкий снег. То есть его необходимо теперь укреплять, проливать. И после этого по нему уже открывать движение. Через буквально час на 76-м километре собираются почти десятки машин. Легковые и грузовые. Водители спорят с инспекторами, даже бронятых. Утверждают, что официальный запрет администрации округа им нипочем. И намерены любой цены уехать по недостроенному Зимнику на большую землю. При этом не думая о печальных последствиях для других. Ведь, проехав сейчас, дорога сразу же придет в негодность. И остальные водители, желающие по ней уехать, не смогут этого сделать. Говорят, какой-то есть приказ 655-й. Ссылаются, что запрещен выезд. Но вообще как это на самом деле плохо отражается для вас? Нет. Ну а как для нас отражается, если мы хотим Новый год у родителей встретить, нам вот ехать, ну, минимум трое суток, а то и четверо суток. Если мы сегодня не уедем, то Новый год дороги будем встречать. Вот и все. Я здесь стану, буду ждать. Еды набрал, у меня на три дня. Еды, воды, печка, одежда теплая, все есть. Тем временем в сторону нас уверенно двигаются рабочие на спецтехнике. Они заливают дорогу и сразу же ее укатывают. Осталось всего несколько десятков километров. И винить строителей в задержке возведения Зимника неправильно. Они здесь ни при чем. Все дело в погоде матушки. Теплые дни не позволяли оперативно заливать трассу. Но водители, кажется, этого не понимают и ждать официального разрешения на выезд не хотят. Раз вы едете, значит, вы, по сути, за себя отвечаете, что все будет хорошо. Я проеду, да, 100%. Несколько часов ожидания, а затем происходит непредвиденное. Вдали сквозь падающий снег виднеется свет от фар. Со стороны Коми по Зимнику в Наринмар движется машина. Водители, которые собрались на трассе, вне понимания. Мол, как так, им можно, а нам нельзя. Ну вот вы сейчас откуда едете? Сюда. С поста? С поста, да. То есть там пропускают? А вот таит. А в 12 дня начали пропускать? А в 12 дня выехал? Ну, в пару словах оценка дороги. Кошмар. А в Наринмар пускаем? Для легковых кошмар. Съехали тяжело, да? И сегодня утром. То есть, ну, по сути, видно, что она еще пока не подготовлена для Зимника. Она часть залита, а часть нет. А потом водитель добавил, но уже не на камеру. На участке, где дорога еще не залита, без помощи КамАЗа не проехал бы. Впрочем, на ринмарских автолодельцев это не останавливает. Невзирая на официальный запрет на присутствие инспекторов ГИБДД в лице начальника, водители рассаживаются по своим машинам и прорываются на высокой скорости на нестроенный Зимник. Ну все, наши наринмарские водители не выдержали. И, несмотря на запреты, поехали дальше. Вот они уезжают в республику Коми. Через несколько сотен метров несколько машин сразу же садятся в сугроб. Приехали, называется. Что ж, теперь из-за действий этих водителей, которые наплевали на запрет, будут страдать другие. Дорожникам, вероятнее всего, по новой придется заливать поврежденное от колес железных коней снежное полотно и сроки сдачи Зимника. Вполне могут сдвинуться на неопределенный срок. Ну что ж, здесь больше комментировать, по сути, нечего. Вы все сами сейчас видели, наринмарские водители, которые шли в сторону республики Коми, несмотря на запреты, поехали дальше. Ну, я напомню, все произошло после того, как со стороны республики Коми приехали два автомобиля, с той стороны пускают, а вот с наринмара пока что официального документа на въезд на Зимник не было. Но, несмотря на это, наринмарские водители продолжили свое движение. Что с ними будет дальше, где нету связи, где нету помощи, неизвестно. В общем, поехали, так сказать, на свой страх и риск. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.